Сегодня комиссия Межгосударственного авиационного комитета обнародовала результаты расследования катастрофы самолета Ту-134 под Петрозаводском. Главной причиной трагедии названа ошибка экипажа, штурман которого к тому же был не трезв. В условиях сильного тумана самолет не стали выводить на второй круг, а приняли решение сажать его немедленно. Это не единственный фактор, который привел к трагедии, жертвами которой стали 47 человек. Цитата из заключения МАКа у Ильи Климова. Причиной катастрофы в Петрозаводске Ту-134 авиакомпании «Русэйр», совершавшего 21 июня чартерный рейс из Москвы, стал человеческий фактор. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что к трагедии привел целый ряд событий, ни одно из которых не было связано с техническими неисправностями. Причиной катастрофы самолета Ту-134 при выполнении захода на посадку в условиях хуже метеорологических минимумов аэродрома, самолета и командира воздушного судна для захода на посадку явилось непринятие экипажем решения об уходе на второй круг и снижение самолета ниже установленной минимальной безопасной высоты при отсутствии визуального контакта с огнями приближения и наземными ориентирами, что привело к столкновению самолета с деревьями и землей в управляемом полете. Управляемый полет означает, что до последнего момента все оборудование Ту-134 функционировало, двигатели работали. О том, что творилось в кабине воздушного судна, красноречиво говорит то, что главным сопутствующим фактором названо неудовлетворительное взаимодействие экипажа. Даже сухой язык отчета МАК рисует страшную для любого пассажира картину. Полностью отстраненный от управления воздушным судном второй пилот, дышащий оптимизмом и лишенный чувства опасности, самоуверенный командир, который фактически доверил самолет более опытному штурману. Тот ориентировался при посадке только по спутниковой навигационной системе, не использовал в нарушении инструкций, автоматический радиокомпасах, другие приборы для проверки положения самолета на глиссаде. Внимание штурмана было рассеяно. Он был пьян. По результатам судебно-медицинской экспертизы уже достоверно известно, что штурман воздушного судна находился в состоянии алкогольного опьянения. Но даже абсолютно трезвому экипажу посадка в Петрозаводске стала бы крайне опасной проверкой профессионализма. Как сказано в отчете МАК, условия были хуже метеорологических минимумов аэродрома и самолета. Это означает, что Ту-134 не должен был даже пытаться приземлиться. Однако экипаж располагал неверным прогнозом погоды. За полчаса и за 10 минут до посадки полученные данные не соответствовали фактической погоде. Метеорологи ошиблись и с высотой нижней границы облаков, и с видимостью, и с крайне опасным явлением погоды – туманом. В результате в сумерках в густом тумане Ту-134 отклонился от курса на 270 метров, задел верхушки деревьев, рухнул недалеко от аэродрома и загорелся. На борту самолета находились 43 пассажира и 9 членов экипажа. Погибли 47 человек. Пятерых удалось спасти. Все они получили тяжелые ранения. Вскоре после трагедии был поднят вопрос о прекращении эксплуатации Ту-134. Машина эта, конечно, безнадежно устарела, но вины ее в катастрофе под Петрозаводском специалисты не обнаружили. Илья Климов, Вести.